Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит, показывает, вопадом. И сегодня речь пойдет о книжках для самых маленьких с удивительным названием и с удивительными картинками. Дело в том, что Лена Андерсон нарисовала и придумала изумительные истории, в которых содержится та самая поэзия и та самая радость мира, что я не устаю искать в детской литературе и в литературе для самых главных читателей, для тех, кто еще сам не умеет читать. Потому что, прочитав название, хвоинка, свина-фуфик и носик розочкой, невозможно не упасть в приступе мимимишности. И это действительно смешно. И когда про свина-фуфика услышала дочка, она, конечно, тут же схватилась, давай почитаем. Потому что это хорошо переведено. Это хороший аналог той немецкой игре слов, которая рассказывает об этих трогательных персонажах. Лена Андерсон придумала, ой, прекрасно, смотрите, какой титульный лит в горошек. Вот почему? Почему форзовцы у нас бывают украшены? Да, титульные листы не всегда. Вот особенно в детской книжке. Это же здорово. Здесь, конечно, огромная заслуга перевода. Во всех книгах, и в этой в частности, перевели со шведского Ольга Мяэлц и Михаила Яснов. Кто-то такие представлять не надо. Одни из лучших переводчиков нашей дни. Особенно Яснов, конечно, и тут говорить не о чем. Это прекрасные стихи, очень схватные, очень простенькие. И в то же время такие динамичные, такие интересные, с неожиданными какими-то поворотами. Вот прекрасная совершенно ежиха, которая однажды за воротами услышала какой-то странный звук. И, конечно, к ней пришел веселый свинофуфик. И вот она увидела этот самый носик розочкой в этом самом платьице в горошек. Это юная свиночка, которая потеряла маму. И, разумеется, ее надо обогреть, приваскать, похлебкой горячей накормить. Очень трогательно, что это похлебка, а не как-нибудь там макароны. Какая же ты миленькая, шепнула ей свинофуфик. Конечно. Так упеталась деточка, что она заснула прямо за столом над пустой тарелкой. Вон, посмотрите. Эта иллюстрация и на обложку пошла. И это очень верно. Кто не видел, как маленькие дети засыпают за столом, тот много в жизни потерял. Потому что, когда маленький ребенок спит, это не только ути-пути, ми-ми-ми, но еще и наконец-то. На самом деле, эта история вовсе не про взаимоотношения в семье. Это такой идеальный мир создан Леной Андерсон. Очередной в череде чудесных сказочных миров, где все добрые. Посмотрите, этот разворот очень хорошо показывает, что там происходит. Вы видите здесь и поросяток, и зайчаток, и даже семейство слонят, слонов. Не знаю, там, слониху со слоненочком. Здесь видите и прекрасного собакевича какого-то, такого, значит, в берете, который идет. И людей, которые рядом с ними идут. Ну и ежика выгуливает ежонка в колясочке. Это мир спокойного, радостного детства. Где самое страшное, что может случиться, это когда ты потерялся и не знаешь, как пройти домой. Потому что не знаешь, еще не знаешь ни названия улицы, ни номера дома, ни своего имени полностью. Вообще, конечно, к определенному возрасту это все заучивается. И обратите внимание, если вы еще не сделали это со своими детьми, обязательно сделайте. Потому что, конечно, ребенок должен это помнить и навскидку произносить «разбуди его ночью». Где он живет, как его зовут, какая фамилия, как зовут маму, папу. Это, ну, очевидно. Ну, наконец-то, значит, наш носик розочкой находит по запаху пекарню. Очень трогательное объявление. Здесь даже не написано, что пропало. Просто награда 100 булочек тому, кто найдет. И ее портрет в этом плотице в горошек. Естественно, тетя свинка всех угощает булочками на радостях. У них тут дивная, прекрасная встреча. Вот они целуются, обнимаются. Все счастливы. И у всех наступает вкусная радость. Вкусный праздник, скажем так, в пекарне. Вот она, довольная мама-свинка, выносит всем угощение, да, в награду. Вот такой счастливый финал. Особенно умиляет вот этот вот абсолютно ковбойский финальный кадр, да, когда в закат, который представляет собой розовое, такая кругленькое, такое поросяченькое немножко сердечко, да, в закат выложена дорога из капкейков, да. И вот по этой дороге, среди, значит, сердечных капкейков, да, уходит в закат главные герои. И там их ожидает любовь, значит, и игры, и вкусности. Что-то такое невероятное, да. Это очень смешно сделано и прекрасно совершенно пародирует кадры, которые я описал. Таковы и другие книги Лены Андерсона. Они все очень разные по жанру. Если думаете, что вот мимимишность первой книги повторяется в других, то вы ошибаетесь. Здесь есть «Тайна хвоинки», здесь есть «Все друзья на перечет». «Все друзья на перечет» – это книга-считалочка. Книга, где приходят в гости друзья, значит, к печальной грустной ежихе по имени Хвоинка. Обратите внимание, что она носит, допустим, платьице, да, носит передник, лежит, засыпает, значит, кроватки под отделом, да, и ее иголки протыкают все. Это она такая слегка шипастая, да. Вот, это очень трогательно художником придумано. Такая реалистичная деталька. Вот, к ней приходят друзья, и забавные, значит, четверостишие или пятистишие каждый раз представляют входящего гостя, вот, значит, и говорят, как они дальше будут проводить время. Втроем, в четвером, в пятером и так далее. Что прекрасно помогает ребенку заучить числительные и в то же время, значит, заучить прекрасное стихотворение смешное. Вот. Ну и, конечно же, «Тайна хвоинки», да, это тоже одна история. Сюжет я вам уже не буду пересказывать, вот. Но это сюжет о том, чего ждут и боятся все маленькие дети в семье, где пока только один ребенок, да. Значит, это то, что происходит в жизни каждого малыша, да. Удивительные, прекрасные события, да, которые притворяются многими таинственными приготовлениями, они здесь расписаны. Вот. Ну, читайте с ребенком такие книжки. Еще раз повторюсь, в них вся нежность, вся радость и все удовольствие от этой жизни, значит, сконцентрировано. Детские книжки такие для самых маленьких – это то, что я очень люблю и то, что приятно пролистать даже, если вы уже, собственно говоря, не решаете практическую задачу, там, разучить числительные или прочитать веселые стихотворения с ребенком. Вот. А просто для себя я вот люблю такие вещи. Спасибо вам за внимание.